Библейский урок на воскресенье 16 августа 2020 года. Тема «Душа». Золотой текст. Псалтырь. Пусть войск у меня окружит, сердце мое не дрогнет. Пусть вспыхнет против меня война, и тогда я буду спокоен. Одного я прошу у Господа, только этого я ищу, чтобы жить мне в доме Господнем во все дни моей жизни, созерцать красоту Господню и размышлять в Его храме. В день беды Он даст мне приют в своем жилище, скроет меня под пологом своего шатра, вознесет меня на скалу. Господи, научи меня твоему пути, веди меня по прямой стезе. Надейся на Господа, мужайся, и сердце твое укрепи. Надейся на Господа. Урок проповедь из Библии. Псалтырь. Как стремится лань к воде, так стремится душа моя к тебе, Боже. Душа моя жаждет Бога, живого Бога. Когда я приду и перед Богом предстану. Сердце мое болит, когда я вспоминаю, как ходил в многолюдстве к Дому Божьему, в шествии народ предваряя. Ходил в праздничной толпе с криками радости и хвалы. Днем Господь являет мне свою милость. Ночью я пою Ему песню, молитву Богу моей жизни. Что унываешь, душа моя? Зачем тревожишься? Возложи надежду на Бога. Я еще буду славить Его, моего Спасителя, моего Бога. Исайя. И выйдет из корня Иесия побег, вырастет из его корней отрасль. На нем будет покоиться дух Господа, дух мудрости и разума, дух совета и силы. Дух знания и страха Господня. И будет страх Господень ему в радость. Он не будет судить, потому что увидят его глаза, и решать, потому что услышат его уши. Праведность будет его поясом, верность – опоясанием на его бедрах. Волк будет жить вместе с ягненком, леопард ляжет рядом с козленком, теленок и лев будут вместе пастись, и дитя поведет их. Не будут ни вредить, ни губить на всей святой моей горе, ведь земля будет наполнена познанием Господа, как вода наполняет море. В тот день корень Иесия станет знамением для народов. К нему соберутся народы и прославится место его покоя. Для уцелевших из его народа, что останутся в Осирии, будет широкий путь, как было для Израиля, когда он вышел из Египта. От Марка Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, Матвея И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствие, исцеляя всякую болезнь, всякую немощь в людях, и прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и Из-за Иордана. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит, «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал, «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа, когда Иисус пришел в Капернаум, он подошел к нему, прося о помощи римский Центурион. «Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом. Он ужасно страдает. Я приду и вылечу его», — говорит ему Иисус. Сотник возразил Иисусу, «Господин, я не достоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. Ведь я и сам, подчиняясь приказам, у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному, ступай, и он идет, другому ко мне, и тот приходит. Слуге моему говорю, сделай это, и он делает». Иисус, услышав это, удивился и сказал тем, кто шел за ним, «Говорю вам истину, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры. Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на Перу с Авраамом, Исааком и Иаковом в небесном царстве». И Иисус сказал сотнику, «Иди, по твоей вере будет тебе». И в тот же час слуга выздоровел. Придя в дом Петра, Иисус увидел, что его теща лежит в горячке. Он прикоснулся к ее руке и жар оставил ее. Она встала и начала накрывать для него на стол. С наступлением вечера к Иисусу привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных от Луки. Однажды Иисус молился в уединенном месте. После того, как он закончил, один из его учеников сказал им, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». И сказал им Иисус, «И когда молишься, не уподобляйся лицемерам, которые любят стоять в синагогах и на углах улиц и молиться напоказ перед людьми. Истинно говорю, им уже дана награда полная. Ты же, когда молишься, скройся в задней комнате и, закрыв плотно дверь, молись отцу своему тайному и отец твой, видящий тайное, вознаградит тебя». И когда молишься, не болтай попусту, как язычники, которые считают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не уподобляйся им, ибо отец ваш знает, в чем вы нуждаетесь, прежде чем вы попросили его об этом. А потому молитесь вот так. «Отец наш Небесный, да светится имя Твое, да наступит Царство Твое, да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. Пошли нам хлеб насущный на каждый день, и прости нам грехи наши, как мы просили тех, кто причинил нам зло. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь». Из книги «Наука и здоровье» с ключом к Священному Писанию, учебника Целителя, написанного известной Целительницей Мэри Беккер Эдди. Солнце – символ души, руководящий человеком. Символ истины, жизни и любви. Главная мудрость. День кронится к вечеру, и сумерки опускаются на землю. Но тьма исчезнет, когда земля снова обернется вокруг своей оси. Вращение земли не вредит солнцу. Также и наука раскрывает душу, как Бога, не затронутого грехом и смертью, как центральную жизнь и мудрость во Вселенной разума, вокруг которой гармонично вращается все. Душа нетленна, душа не изменяется. Нас обычно учат, что существует человеческая душа, которая грешит и духовно погибает. Что душа может погибнуть и все же быть бессмертной. Если бы душа могла грешить, дух, душа был бы полностью, был бы плотью, а не духом. Грешат верования плоти и материальные чувства. Если бы душа грешила, то душа умерла бы. Душа не подвергается ни росту, ни зрелости, ни распаду. Эти перемены – суть изменения материального чувства, переменчивые облака смертного верования, скрывающие истину бытия. Так называемые законы материи и медицинской науки никогда не делали смертных здоровыми, гармоничными и бессмертными. Человек гармоничен, когда им управляет душа. Вот почему так важно понять истину бытия, которая открывает нам законы духовного существования. Всеобъемлемость истины. Разум, владычествующий и управляющий всеми своими творениями, является центральным светилом в системе своих собственных идей, жизнью и светом всего своего необъятного творения, а человек – подчиненный божественного разума. Практический успех. Опыты подвердили тот факт, что разум управляет телом не только в каком-нибудь одном случае, а в каждом случае. Вечные способности духа существуют вне материальных условий, а также вне ложных верований в так называемое материальное существование. Разрабатывая правила науки на практике, автор постанавливал о здоровье в самых тяжелых случаях, как острых, так и хронических заболеваниях. Лечение костей хирурга Представим себе два аналогичных случая заболевания костей, оба одинакового происхождения и с одинаковыми симптомами. В одном случае обращается к хирургу, а в другом – к целителю христовой науки. Хирург опасается и сомневается в исходе болезни, потому что он считает, что материя создает свои собственные состояния и может сделать их фатальными. Не держа бразды правления в своих руках, он считает, что нечто более сильное, чем разум, а именно материя, управляет случаем. Поэтому лечение, назначаемое им, пробное, такой менталитет приводит к поражению. Научное корректирующее средство Понимая на основании христовой науки, что все вокруг есть разум с большой буквы, целитель приступает к ментальному причинно-следственному утверждению истины всебытия в молитве, чтобы уничтожить зло-заблуждение. Это корректирующее средство одновременно является и укрепляющим. Оно достигает каждой системы человеческого организма. Согласно Святому Писанию, оно проникает до суставов и костного мозга и восстанавливает гармонию в человеке. Как справиться с трудностями Врач-материалист рассматривает материю как своего врага и одновременно как свое лечебное средство. Он считает, что болезнь стихает или обостряется, руководствуясь материальными данными. Целитель, метафизик же, избрав разум основой своих действий, не считается с материей и признает, что истинная гармония бытия превосходит заблуждение и разлад. Таким образом, он не слабеет, а наоборот крепнет, чтобы справиться с болезнью, и соразмерно с этим он укрепляет своего пациента, пробуждая в нем мужество и сознательную силу. Так и наука и сознание работают согласно промыслу бытия и закону разума, который неизбежно утверждает свое абсолютное господство. Божественная любовь всегда удовлетворяла и всегда будет удовлетворять каждую человеческую нужду. Неправильно думать, что Иисус открывал исцеляющую божественную силу только для немногих избранных или на ограниченный период времени, так как божественная любовь все время дарует все блага всему человечеству. Чудо благодати не является чудом для любви. Иисус показывал бессилие телесности и бесконечные возможности Духа и таким образом помог заблуждающему человеческому сознанию сбежать от своих собственных убеждений и искать прибежище в божественной науке. Последователи Иисуса Наш Учитель изгонял дьяволов, то есть зло, и исцелял больных. Хорошо бы, чтобы его последователях можно было сказать, что они изгоняют страх и всякое зло из самих себя и из других и исцеляют больных. Бог исцеляет больных через человека, всякий раз, когда человек руководствуется Богом. Присутствие в теле Если мы чувствами находимся в теле и считаем всемогущего телесной материальной личностью, ухо которой мы хотели бы достичь, то мы не находимся вне тела и не присутствуем у Господа в демонстрации Духа. Мы не можем служить двум Господам. Присутствовать у Господа – значит не только пребывать в эмоциональном экстазе и вере, но в действительности проявлять и понимать жизнь, какой она открывается в христианской науке. Быть у Господа – это быть в повиновении закону Божьему, быть абсолютно управляемым божественной любовью, духом, а не материей. Одухотворенное сознание Осознайте на одно лишь мгновение, что жизнь и рассудок полностью духовны, не в материи и не от материи, и тело перестанет жаловаться. Если вы страдаете от верования в болезнь, вы внезапно почувствуете себя здоровым. Печаль сменяется радостью, когда телом управляет духовная жизнь истинной любовь. Отсюда надежда, дарованная обещанием Иисуса. Верующий в Меня – дела, которые творю Я, и Он сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. То есть, потому что Я есть не находится в теле, а пребывает с истиной и любовью. Молитва Господня – это молитва души, а не материального чувства. Только поднимаясь над всей материальной чувственностью и над грехом, можем мы достигнуть небесных устремлений и духовного сознания, на которое указывает молитва Господня и которая мгновенно исцеляет больных. Позвольте мне изложить мое понимание духовного смысла молитвы Господней. «Отче наш, сущий на небесах, наш Отец, Мать, Бог, Всегармоничный, да светится имя Твое, единственный, достойное обожание, да прийдет Царствие Твое, Твое Царствие уже пришло, Ты всегда присутствуешь, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дай нам познать, что как на небе, так и на земле Бог всемогущ и превыше всего. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день. Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И любовь отражается в любви. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И Бог не вводит нас в искушение, но избавляет нас от греха, болезни и смерти. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся жизнь, истина, любовь, все и превыше всего. Аминь.